Михаил Ассаргин Часы Посвящается Лопатиной Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду. Продержала всю ночь. Вставшая, как обычно, в семь прополоскала в чистой воде, успела и просушить, и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покоревился от времени, малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой. На свете, на всем белом свете, а уж на что он велик, не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, блестело. Все, что было старое и поизносилось от времени, сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой. Кроме поповских чашек, золотою каймою и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивление. Рабочий столик и каминные часы. Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке, и бронзый по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии, и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, шить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год, 31 декабря. Да, эти письма перевязывались с тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях от внука, которого бабушка не видала 22 года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня, в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик. И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом утром в воскресенье. Колокольчики отбивали час, полчаса, и каждую четверть все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено, знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверть. Двадцать лет назад с часами случилось вот что. Стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти — два, вместо двух — одиннадцать, вместо одиннадцати — восемь и так далее. Однако половинки и четверти по-прежнему правильно. Так бьют они три с четвертью. Значит, четверть седьмого нужно только прибавить три. И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку, единственной в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем. Бьют полдень, значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно. А через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала. И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить. Часы старые, кто делал их, неизвестно. И потом, прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла. Бьют пять, значит, восемь. А восемь, значит, одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три, тем более, что стрелки показывают правильно. Для всякого понятно. Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок в передний. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину. И к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока. Да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался, кстати, чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу. В старости слезы льются, и от радости, и от горя совсем одинаково. Чай пили из серебряного чайника с покосившим саразанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера. Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж, и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала, и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам, и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя, и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами, и не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом, и пьет большую поповскую чашку в два глотка. И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен, если уж нужно тебе летать на машинах, ты и высоко не летай, не ровен час что-нибудь в машине испортится, храни тебя Бог, от какого несчастья. Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичных коробок железную дорогу, видно, так сама судьба сулила, и фотографию его разыскала, сидит от кибуту с верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала Царство Ему Небесное. Уже не раз звонили бабушке на часы, половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением, это почему же, бабушка, они так мало бьют? Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет. Надо их починить, бабушка, ведь это очень просто. Что же к чинить? Я к ним привыкла и так знаю. И опять заговорил о разном, и пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни, и тогда молодой инженер повернулся к часам. Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены. Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы. Когда инженер заторопился уходить, опаздывал на важное свидание, бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывшую чайную ложку, и сунула ему в руку. Это что, бабушка? А это положи в карман. Это милый память. Это ты ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги. Место займет немного, а иногда посмотришь. Бабушка, да зачем же? Ну, спасибо. И опять пригодился бабушке платочек. На прощание поцеловала внука и покрестила. Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху. И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил. Бабушка, есть у вас бумага или старая газета? Есть бумага, Ванечка. Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, это подойдет. Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу. Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить сколько нужно, совсем правильно. Ванечка, да мне не нужно. Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые. Бабушка, Татьяна Егоровна, две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, а все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечи ночи и далекие, и звонкие колокольчики, а вот их нет. Были разные думы. Во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом, и дзынь, часы рассыпались. Старалась утешить себя. Ну что ж, пускай, Ванечке это приятно. А на третий день Ванечка забежал на минуту, очень торопился и занес часы. Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше. Прошумел и исчез. Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет. И вдруг зазвенел колокольчик, и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше все одиннадцать. Бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понура. Так пошла жизнь дальше. И часы били теперь правильно. Бьют пять. Значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно. Главное, Ванечке приятно, думала бабушка, вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну. Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять. Ой, проспала. А оказывается, и действительно всего-навсего пять часов. Старый человек иногда загрустит. Отчего и сам не знает. О чем-нибудь задумается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили. И не хуже жили. За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время, звенеет далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает, все же слушает. Слов нет. Бьют часы верно, и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бои нет. Да и чему старухе радость? Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены. В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнула. Проснулась, и долго не могла снова уснуть. Не то, чтобы беспокойство, а как бы ожидание вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили, и все продолжало лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась. Сон совсем ушел, зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет на стрелках начала шестого, а в памяти что-то осталось. и волнение. Тогда бабушка Татьяна Егоровна в кофте и ночном чипце села на стул против часов и стала ждать. Было со мной немного стыдно. И чего я, старуха, жду? Чего хочу? Спать бы да спать! И решила, подожду до четверти, да и лягу. Действительно, подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать раз, два, а вместо третьего, четвертого и пятого изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть. Бабушка так и замерла. Когда в умолкли часы подумала, да уж не ошиблась ли, да ведь как ошибешься, ведь если сказать по чистой совести, ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час, сама себе не сказала, а ждала, пять ли пробьют, или только два раза, как били они двадцать лет подряд, как же можно ошибиться. и тут сошло в душу бабушки как бы сияние. И странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой. Затропилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась, а сна нет. Хочется еще услыхать, как будут часы бить половину. Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы, тихонько, тихонько, и как живые нашептывали, теперь ж будьте покойны, все будет по-старому. А как подошло время к половине шестого, звоном колокольчиков ясным и уверенным пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину. И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты. КОНЕЦ КОНЕЦ